Доброе утро, ваши Амэйтрейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в пятницу, 9 декабря. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодняшнюю торговую сессию с вами проведу я. Давайте рассмотрим ключевые события на сегодня в экономическом календаре. В 13.30 по времени GMT мы с вами увидим отчет, статистику по индексу цен производителей. Это очень важный отчет, который показывает инфляцию для производителей. И, безусловно, эта новость может оказать сильное влияние на индекс доллара на финансовый рынок. Кстати, давайте посмотрим, что происходит с индексом доллара. Сейчас индекс доллара котируется на уровне 104.50. Мы с вами были свидетелями того, как индекс доллара котировался 105.70-104.70 практически всю неделю, и сейчас индекс доллара котируется на уровне 104.50. Дальнейший прогноз с точки зрения технического анализа можно говорить о том, что действительно вероятно, что индекс доллара будет дальше продолжать снижаться. Ключевое значение находится на уровне 104.00. Посмотрим, как события, которые выйдут на следующей неделе, какое влияние окажут на финансовый рынок, в частности на индекс доллара. Напомню, что на следующей неделе во вторник выходит статистика по инфляции индекс потребительских цен. В среду решение ФРС по процентной ставке и в четверг решение ЕЦБ по процентной ставке. Представители ЕЦБ уже недосвойственно начинают намекать о том, что ставку будет повышать на 0.5%, доведя ключевое значение до 2%. Мы с вами уже видим, как евро-доллар позитивно начал к этому относиться, как цена начала расти, и сейчас евро-доллар котируется на уровне 1.058. У нас с вами была позиция на продажу, но продажа в таких условиях лучше дальше не рассматривать. И я не исключаю того, что евро-доллар сейчас может начать расти, но новых позиций пока по евро-доллару мы рассматривать с вами не будем. S&P 500 одна из наших сделок на этой неделе. Мы с вами продавали с уровня 4000 до уровня 3900, закрыли позицию на 3915. Давайте сейчас посмотрим на S&P 500 с точки зрения технического анализа. Цена находится в восходящем тренде, цена отбилась от уровня поддержки, и на мой взгляд, что сейчас по S&P 500 целесообразие будет рассматривать позиции именно на покупку. На первую цель можно поставить 4000, и, так скажем, среднесрочную цель, это как раз-таки будет сопротивление этого восходящего канала находится на уровне 4100. Это как вторая цель, поэтому по S&P 500 я предлагаю рассмотреть позиции на покупку. Brands у нас сейчас котируются на уровне 76-70 за баррель, и, на мой взгляд, цена будет продолжать снижаться, но новых позиций мы с вами пока рассматривать не будем. Более идеальная точка для входа будет, если по бренду сформируется коррекция, и мы с вами сможем зайти в рынок по более высокой цене. У нас с вами есть позиции по золоту и доллару японской иене. Золото, первая цель у нас с вами стояла 1800, наша цель практически достигнута. На мой взгляд, что в течение дня мы с вами увидим золото 1800, это только первая цель, дальше будем ждать уровня 1850. Доллар японской иена продажи также остается в рынке, текущее значение 136, наша цель с вами 134. Доллар японской иена имеет все шансы на дальнейшее снижение, поэтому я думаю, что 134 – это также наша первая цель, возможно, что цена пойдет еще ниже. Это были все ключевые события на сегодняшний день. Всем желаю успешной торговли и всего наилучшего!